Девушки отдыхают Для снега, компрессор, шкура какая Вот такую коллекцию нужных, полу нужных и совсем ненужных вещей смог я собрать в багажнике своей машины У каждого второго на балконе такая коллекция всякого хлама, у кого и в гараже А мы сегодня, друзья, поговорим о настоящих коллекционерах Для которых коллекционирование не просто хобби, а настоящий смысл жизни И поедем в гости к коллекционерам-профессионалам Ну что ж, друзья, по поводу коллекционирования Запланирована у нас сегодня встреча с двумя людьми Один человек, известный в городе Нумизмат Александр Левицкий Один из отцов-основателей всем известного ангарского Арбата Который устраивается на день города И еще у нас сегодня встреча с человеком, для которого коллекционирование на самом деле является профессией Это директор музея часов и директор музея минералов Вера Илларионовна Павловец Ждут они нас, поджидают, чтобы рассказать и показать Какие-то, какие-то уникальные, я надеюсь, экспонаты своих коллекций Прямо сейчас нас ждет Александр Левицкий, чтобы поделиться с нами своей коллекцией бумажных купюр Поехали Ну вот, друзья, мы приехали к коллекционеру Нумизмату и человеку, который занимается банистикой Это разновидность коллекционирования Александр Левицкий, Саш, приветствую Добрый день Ну вот, уже до кадра успели мы немножко поговорить здесь о таких интересных вещах Давай походу вот начнем С чего все началось? Вот как у тебя развилось стремление, не знаю, тяга к нумизматике? Ну, началось все, конечно же, в детстве, да В советские годы, то есть я родился в СССР, да, понятно Значит, у нас все повально собирали рубли юбилейные Я помню, у меня тоже было в 100 тысяч У меня папа собирал, наверное, как и все, в принципе, эти штучки, да И попалась как-то на глазах вот эта коллекция Значит, я нашел каталоги, посмотрел, сколько таких монет выпускалось И понял, что коллекция-то не полная Вот, то есть, да, основа есть, но она не полная Вот, и решил просто подсобрать И как бы собрал Вот, ну, само собой, вот она собранная, оформленная А вот что дальше, да? А дальше, в процессе того, что все это происходило Начали появляться уже интересные, там, скажем, какие-то такие вещички Да, вот монетки, там, Николая Первого, Николая Второго Вот, вот, тоже маленькие, интересненькие, ну, вот, как бы, с них, вот, с таких вот копеечек, да, там, с таких вот монеточек Пошло и дальше Покажи что-нибудь такое, вот, из истории нашей страны, что тебя трогает наиболее Я вот собираю, да, только, только советское, только русское, только царское Потому что мир глобальный, да, и собрать все невозможно, да, но Но, меня интересует больше не то, что там, вот, какая-то монетка, да, а вот, какая-то история с нас связана Какой император выпускал, почему так, почему такого размера, почему такого веса Вот, допустим, берем 10 копеек 1762 года Так Вот такой вот, грамоток на 60, да, такой хорошенький И вот современный десяток, да, то есть, понятно, да, то есть Вот еще, конечно, интересное Обратите внимание, друзья, фига на деньгах Со что это такое? На самом деле, такая редкая штучка, да, за которую там в 30-е годы могли бы расстрелять То есть, это агитация То есть, по большому счету, это, на самом деле, были первые советские деньги Которые пускала молодая Советская Республика, там, в 18-м году Даже еще на клише Временного войтиста, просто орел, получается, да Вот, когда красные воевали с белыми И когда была, значит, оборона Киева Значит, соответственно, белогвардейцы взяли вот эти вот русские деньги Продырявили их По наставе на них вот такие вот штампики в виде агитации Допустим, тут можно прочитать Большевики дали Большевики обещали вам Обещали вам мир, хлеб и свободу А дали войну, голод, чрезвычайку и в придачу фальшивые деньги Вот еще интереснее мне, конечно, от таких денег От таких бонов, я бы сказал, мороз по коже Обратите внимание, друзья, тут ГУЛАГ НКВД Здесь тоже ГУЛАГ НКВД Лагерь Ж.Изм.Р Саша, расшифруйте, пожалуйста, что это такое Да, у меня была такая бона, да, значит, я долго не знал, на самом деле, что это такое ГУЛАГ НКВД, то есть видно, что написано ГУЛАГ НКВД Понятно, что это для деньги для заключенных Вот, но вот этот лагерь Ж.Изм.Р Не мог понять, пока я на пуссах ради Артуре На то, что был, значит, в 30, по-моему, там, 7-8 году Под Караганду организован лагерь Жен изменников Родины Жен изменников Родины Назывался он Алжи То есть так расшифровывается Ну да Значит, мужчину, само собой, подрастрел, да А семью, супругу, такой вот лагерь Скажи, Саша, а есть, ну, какой-то предел для собирания коллекции Ну вот конкретно у тебя, нумизматики, манистики Есть к чему-то еще стремиться? Ну, предела нет, потому что он очень широкий по временным рамкам То есть там Петра Первого даже можно глубже смотреть, да Вплоть до современных То есть 300 лет эпохи, 300 лет истории Вот за каждой такой монеткой Это просто какой-то там исторический факт стоит И их очень много Вот две купюры, выпущенные в 17-м году Временным правительством И в 18-м Советском правительстве Вот что-нибудь на них ты видишь такого необычного? Обалдеть! Ребята, смотрите внимательно В центр купюры Орел Он на фоне свастики Советская страна и свастика То есть это был как, ну, некий вариант Рассмотрения какой-то государственной символики Ну, я не знаю, будет ли это официальный символ Но на деньгах он появился не зря То есть это, в принципе, это символ благоденствия и благосостояния Ну да, солнцевокруговорот в природе вещей Там солнцеворот и так далее Это старинный сакральный знак Но, тем не менее, сейчас это действительно шокирует Свастика на наших деньгах И еще один вопрос А вот что ты готов сделать ради, ну, какой-то очень редкой, очень какой-то крутой такой купюры или монеты? Ну, это страсть Ну, понятно, что банки отрубить Руку отрубить кому? Себе! Зачем? Ради денег А вот еще одна штука, это уже к Ангарску ближе Воспоминания о 90-х, друзья Талон на 10 тысяч, не знаю, не рублей, просто 10 тысяч АМЗевских рублей Это славные 90-е, уже недалекое, но таки прошлое Спасибо большое за беседу Очень было интересно Ну, и успехов тебе в твоем дальнейшем коллекционировании Благодарю, удачи вам всем А вот так на самом деле, друзья, да Вот поговоришь с человеком, по-настоящему заинтересованным своим делом И сам, ну, поневоле захочет что-нибудь собирать, что-нибудь коллекционировать Ну, вот Александр Левицкий коллекционирует старинные купюры, монеты А почему бы, как говорил Жванецкий, современные деньги не собирать? Причем чем больше, тем лучше Наш путь лежит к директору Музея часов и Музея минералов Вере Илларионовне Павловец Здравствуйте, Вера Илларионовна, рад вас видеть Аналогично Ну, расскажите, как живет музей сейчас? Что нового может быть? Что-нибудь интересное появилось? Вы знаете, мы живем совершенно бурной жизнью У нас сейчас очень много различных экскурсий, различных образовательных программ Мы сейчас очень тесно связаны с Иркутском, с Агентством по туризму К нам привозят детей и со всей Иркутской области, и взрослых очень много приезжает Ну и, конечно, мы не останавливаемся на достигнутом, мы обязательно покупаем новые экспонаты Совершенно недавно мы приобрели замечательный экспонат, называется «Самоцветная горка» То есть это часы, вставленные в такие самоцветы, натуральные камни поделочные, очень красивые Они сейчас выставлены у нас в экспозиции Сейчас у нас находится выставка картины 3D, то есть если фотографируетесь, то получается объемная картина Буквально в июле мы ждем замечательную выставку из Новосибирска «Инклюзив» Это небольшие такие насекомые в янтаре Эта выставка сейчас находится в Иркутске и после этого приезжает к нам Далеко не каждый ангарчанин даже, живя всю жизнь в Ангарске, бывает в музее часов Что делать, чтобы пошел народ сюда? Вы знаете, я думаю, что, конечно, должна быть более широкая реклама Ну, как-то вот народ, видимо, считает, что если живя в этом городе Кстати, это страдает не только Ангарск, это все города страдают Там, где мы живем, мы туда не ходим И только потом, когда, если кто-то из гостей приезжает и приезжает, говорит, боже мой, какая тут красота А он сам водит его, вот, может быть, может быть, какая-то занятость, бытовуха заитает людей И поэтому они сегодня не идут в музей Но каждый раз наступает то время, когда человек все-таки приходит сюда Хотя бы один раз в жизни Ну, интересно, конечно, посмотреть на эту коллекцию Это же сколько сил, сколько нервов, сколько финансовых затрат вложено во все это Это, конечно, потрясающе Да, конечно, нам помогает администрация просто замечательно Потому что без ее поддержки мы просто бы не были так богаты А вот каких вы еще знаете коллекционеров, не только касаемо часов, которые какие-то интересные вещи собирают у нас в Ангарске? Во-первых, это Бачалдин, наш замечательный человек, с которым мы сотрудничаем Он собирает камни, он занимается их поделкой, выставляет экспонаты очень часто Александр Бондарчук, который собирает кружки Вот Сергей Бурлаков, он собирает замечательные шарфы фанатов Мстислав неудачен, у него модельные модельки такие небольшие Там и машинки, и танки, и так далее То есть очень много людей, которые, конечно, занимаются Лариса Полевая, она сыграет кошек Анвар Хаиров, у которого более ста слонов Слонов Слонов, что время от времени мы их приглашаем на какие-то персональные выставки или сборные выставки А вот, ну, что толкает людей, вот, коллекционирование? Что является основным стилом к тому, чтобы начать что-то собирать? Вы знаете, бывает разный толчок Вот я насобираю ангелов Случилось это просто от того, что мне их кто-то подарил Два-три А потом я стала приглядываться, что это мне интересно Что ангелы бывают разные, у них бывают разные лица Бывают разные формы, бывает разное оформление Бывают из разных стран И мне стали вот привозить, приносить Я сама стала покупать ангелов И у людей точно так же Бывает какая-то одна фигурка дает толчок к будущему Павел Васильевич Курдюков был одним из тех фанатов Который ради экспоната мог бросить все сегодня Работу, семью И уехать далеко-далеко Где ему сказали, что там находится такой экспонат Который вы вообще не видели И что он заслуживает внимания Увидеть в грязной куче вот этих всяких обломков, деталек Какую-то вещь, которая потом придет, он соберет, соединит И выставит экспонат И будет как вау, какая-то замечательная вещь Вот он был готов на все Конечно, таких фанатов не очень много Верила Ивановна, спасибо большое за интересную беседу Удачи вам, вашему музею Спасибо, что вы обратили на наш музей Я думаю, что это будет одним из стимулов продвижения нашего музея На территории города Ангарска Потому что мы, конечно, хотим, чтобы в первую очередь входили в наш музей ангарчане Будем и мы с вами сотрудничать Обязательно будем Спасибо Спасибо Ну что ж, спасибо Вере Лорионне за интересную беседу А наш путь лежит к послесловию К традиционной ангарской загадке, друзья И для того, чтобы успешно в нее сыграть, в эту нашу забаву Подумайте вот над чем Я вам сейчас буду рассказывать про число Про некое число Которое, например, символизируется бы математический символ розы ветров У кельтов, у древних кельтов в колесницах было столько спиц в колесе В Китае это число обозначает счастье Полноту жизни, так сказать А мы сейчас поедем по адресу В котором, судя по всему, счастье просто вагон и маленькая тележка Наш по скрипту на очереди Поехали Ну что, друзья Хорошо подумали по поводу счастливого в Китае числа Тогда вы легко ответите на нашу ангарскую загадку Какое наибольшее число этих чисел Можно найти в одной из квартир этого дома На фоне которого, собственно, я и стою Думайте И свои варианты ответов присылайте на адрес нашей электронной почты Его вы видите на экране А я с вами прощаюсь и желаю, чтобы в вашей жизни все было путем До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok